Приветствую, друзья! Самые выживаемые, по моему глубокому убеждению, творческие люди, мультимедийные, междисциплинарные. Вот я когда делал первую выставку, у меня там сразу было 400 человек, это в Махачкале, в художественном фонде, в выставочном зале, это было очень давно. Но я там говорил, вот раньше люди были, они могли и петь, и танцевать, и рисовать, и стихи писать. А потом пошла узкая специализация, а дворцы пионеров, которые были у нас в СССР, и кружки по пению, и по рисованию, и хороводы водили, и на горни играли, и на барабане били. Ну, что он себе выбирает для развития своих творческих тачал? Потому что если человек не развивает себя как творческая сущность, у него происходят заклины, зависания в проблемах, потом у него начинаются от этого стрессы, и поэтому если вы не поощряете в себе, и вас не поддерживают как человека-творца, неврозы возникают, потому что мощнейший эволюционный импульс – это потенциал, потому что у нас в нашей генетике все стадии предшествующих поколений, и этот потенциал требует разрядки, а кто-то его не выпускает. И потом удивляется, почему у него паники, почему у него болезни, почему он плохо спит и так далее, и так далее. Таким образом, модой будет скоро мультимедийные люди, которые всесторонне развиваются, всесторонне раскрываются. Вот я художник, одновременно врач, одновременно психолог, одновременно тренирую людей и даже бизнес-тренеров, не удивляйтесь. Так вот, вопрос заключается в том, что бизнес-тренеры у меня идут наряду с олимпийскими чемпионами по спорту, и по футболу, и по плаванию, и по фехтованию. Ну да, у меня все, не только друзья, они имеют мне этот ключ, потому что я их всех обучаю. И наша школа «Человек будущего» – это наглядная иллюстрация этого. Человек будущего, он должен быть разносторонним. Это не говорит о том, что он механически разносторонним, как, например, в цигуне, там кто-то говорит, там, я знаю пять видов цигуна. Дело не в количестве. А именно он подбирает себе то, что ему подходит, перебирает эти возможности. Поэтому в школе «Человек будущего» хомофутурус у нас есть с принципом обучения повторением, повторением мать учения, принцип подбора путем перебора. Это для индивидуального личностного развития, которое сегодня крайне необходимо. Эти два принципа должны быть вместе. Общий элемент культуры и элемент культуры саморегуляции. А там как раз-таки оба принципа вместе должны быть. Вот Роман Газенко. Почему мы дружим? Потому что он одновременно психолингвист, одновременно делает кино документальное, одновременно он тексты прекрасные пишет, и песни сам сочиняет, и поёт. Вот это же, почему мы, друзья, и будем вебинар скоро делать вместе. Да, и я просто говорю о том, что и сын мой, Ален, он и психолог известный, выдающийся, вот он ещё и к тому же образование в системе, в лицее, там, в Махачкале, он обучал, то есть был как педагог, как тренер, обучал детишек и преподавателей методу ключей, книжку написал, я управляю собой, дошкольников. Ну вот видите, разносторонность, это как раз-таки важно. А вот мне одна женщина сказала, да, в детстве я мечтал рисовать, но попробовала, у меня ничего не выходит, каляки-маляки, получается, только и всё. Да, каляки-маляки. Так эту каляку-маляку развернуть, как моя приятельница, художник, эксперт, искусствовед Тамара Зиновьева сказала, в каляки-маляки, если развернуть, художественные произведения. Это наше подсознание, нам каляки-маляки, а если развернуть, а у нас даже есть книга моя, там в 96-м или 97-м году, одна из книг, там есть глава Тамары Зиновьева, где она говорит об этой каляки-маляки. Начинайте с каляки-маляки, начинаете, два-три дня делаете каляки-маляки, и потом начинаете усиливать какие-то там моменты, которые вам понравились, развиваете, раскрываете, и у вас картина получается. Это очень интересно всё. Так что, друзья, не стесняйтесь. По шаблонам, как мы учили в школе, вот так нарисовать, или вот так надо рисовать, дерево именно такое должно быть. Это всё неправильно. Надо рисовать то, что душа требует. Это и разгрузка одновременно, арт-терапия. И вы снимаете лишнее зависание, напряжение, выходите из этого стресса. Для чего я это всё рассказываю? И начал с выживания. Вот сейчас мы проводим бесплатный любез. мы проводили вот вчера, и там много-много людей пришли после теракта, вот, который случился в Крупусе. Я выражаю соболезнования, и одновременно делом помогаю, близким, родственникам. И мы все там, и вся наша школа там была, и советы давали. И выводили людей из стресса, конечно, и ещё будем делать, будем продолжать. Потому что быстрее нашего метода ключ нету в мире. Потому что я напомню, кто не знает, это я выводил людей из острого шокового стресса в Беслане, в Каспийске, в Кизляре, в Волгодонске, в Минвозах, в Москве. Я же потом учил этому психологам МЧС, психологам спорта, образования и так далее. Для чего я это говорю? Чтобы вы поняли, если человек-новичок сюда зашёл, чтобы он осознал, о чём я говорю, развивайтесь. Хотите долго жить и быть счастливыми? Хотите быть здоровыми и творцами? Созидайте, потому что тот, кто не созидает, как говорил Чудинов мой по анатомии в институте медицинском, в котором я учился, по анатомии, он говорил, не хотите, как хотите. Вам хочешь, как лучше, а вы не понимаете. Чудинов, и фамилия такая была, Чудинов. Вот такой был педагог, с юмором, как я. Итак, друзья, давайте, новички, если здесь, которые не знают, кто мы такие, мультимедийные, такие личности, открывайте описание под этим роликом, как под всеми моими роликами, описание, кто хочет посмотреть, кто говорит, чем занимается, и читайте там несколько абзацев про меня, моя история. Да, и про то, как я в Центре подготовки космонавтов модель невесомости создал, и там еще вы увидите по моим сайтам, что я создал новую модель работы мозга, которой раньше тоже в мире не было. Ну и так, друзья, новички, предлагаю вам вот эту картину посмотреть, это я пишу для своего друга Марка, который живет в Израиле, переписываю ее множество раз, вот эта стадия уже, мне кажется, близкая к окончанию, подскажите, что добавить, мечту убавить, потому что я все картины рисую, чтобы сделать шедевр, чтобы сделать шедевр, кто думает, что, чего это он вдруг хвалится, сидит парниша и хвалится, и хвалится, я знаю, кто это будет так думать, подросток, потому что я тоже сам был подростком, но такой, как я был, таким, как я, вы еще не были, а я таким, как вы, уже был, лучше вопросы задавайте, лучше комменты пишите, лучше развивайтесь, вот это будет здорово, потому что вместе мы, сила, я учу нас всех и себя тоже, в том числе, даже, когда раздражаюсь, когда мне кто-то что-то напишет, а это бывает крайне редко, я помню, что все мы люди, все мы люди и всегда бываем и в стрессе, и недоспавшие, и бываем в каком-то раздражении, и в зависимости от нашего состояния мы видим так или иначе, потому что наше восприятие зависит от нашего состояния, ко мне женщина приходила, я был генеральным директором Московского Центра защиты от стресса 25 лет, приходит, там картины висят, она говорит, ой, какие у вас картины, просто необыкновенные, да как же вы так нарисовали, как вы это сумели, я говорю, я ключом владею снимания на мощные зажимы, зажато снимаю, чему я учу и всех остальных, а другой приходит и говорит, а что это у них у всех глаза злые такие, а потом сел, после того, как я ему приемы показал, и диамоторный, и хлёст, лыжник, шалтай, болтай, плавательные движения, движения тенниса, дирижёра, он поделал, потом сел, а потом говорит, да вообще-то ничего, у тебя картины, потому что напряжение снялось, он из зацикленности вышел и увидел, глаза открылись, друзья, чтобы быть просветлённым, пробуждённым, надо научиться управлять своим состоянием, а это даёт метод ключ, самый лучший сегодня, самый современный, самый быстрый по скорости результат, метод саморегуляции ключ, вот так, поэтому пишите комменты, подключайтесь, подписывайтесь, на мой канал Ютуба, на наш ТикТок, подписывайтесь, метод ключ канал Ютуба, метод ключ Хаса Лива, и почему так названо, потому что я, когда был ещё студентом, я уже занимался иглотерапией, психотерапией, мануальной терапией, многими различными этими, я доктор тоже разносторонний, поэтому и моя дочка, Шейла, она психолог тоже выдающийся, она там обучает, на её канал подписывайтесь, и на Лену, моего сына, подписывайтесь, она стихи писала, она очень хорошо ведёт свои занятия, так многие её хвалят, мне так, как отцу, очень приятно, достойное поколение, у нас вообще династия, и на её канал подписывайтесь, Шейла Алиева, психолог, и ещё, друзья, на Инстаграм подписывайтесь, и главное, не забудьте, канал, метод, ключ, Хаса Алиева, телеграм называется наш, а там будет сейчас очень интересное событие, до встречи, друзья.